Доброе утро, друзья! Как говорится по-английски Long time no see Давно не виделись 19 декабря Близко к 4 утра Здесь, в Нью-Йорке Пошел снег У них идет небольшой снег Это у них полная катастрофа Здесь, это конец света Закупается Все, что только можно в магазинах Люди готовятся Народ готовится к осаде Все-таки теплое это место По большому счету, Нью-Йорк Ну, о чем будем говорить? О самом важном событии, которое произошло За эти дни Что Сенат признал Армянский факт Армянского геноцида Вот я вам показываю сейчас Вот одну из статей Одну из миллиона статей, которые вышли Значит, признает Сенат признает Факт армянского геноцида Это, конечно Вызовет Возмущение ужасное в Турции В турецком государстве Видите, они как осторожно говорят Это Резолюция Она так называемая Байпартизан То есть, демократы и республиканцы Значит, с одной стороны Республиканец Тед Круз Дай Бог ему здоровья Он когда-то в свое время баллотировался Президент из Соединенных Штатов Симпатичный мужик очень Кстати, умница И вот знаменитый Боб Менендес Демократ Они пробили это дело Вот как говорит Благородный сенатор Круз Он, значит, объявил эту резолюцию Как достижение Правды И как Говорить Правду Черной силе Дакнос Он так и называет Видите? У меня совпадает с ним мнение И это резолюция За то, что мы говорим Правду Злу Вот так Что вы думаете по этому поводу, ребята? Вот так вот Ну, молодец Молодец, Тед Круз Молодцы ребята Молодцы демократы Республиканцы Молодцы наши Наше лоббирование По всей видимости работает со страстной силой Там Армянская Вот Вот здесь написано Вот здесь портрет Опять Нашего знаменитого Сената Демократов Менендеса И вот это вот Статья еще Очередная Написано Сенат Проводит Признание геноцида Армян Игнорируя Возражения Со стороны Белого дома Ну Вы ребята На Белый дом Сильно обижаться не будете Что если Что они Возражают против этого Это же геополитика Ну Уже не может сказать Там Трамп сказал Да, все Давай уже Значит Это вопрос постепенный На это надо смотреть Так что Сложнейшая вообще Это задача Признать геноцид армян Такой стране Как Америка У которой Такие Глубокие контакты В Турции И необходимо Содержание там И базы В которой Находится Ядерное оружие То и все И третье Десятое Выход Босфорда Арданеллы В общем Игра продолжается Этих дурачков Вы знаете Кто дурачки Их имели ввиду Всех Но Но резко С ними поступать Не будут Вот сначала Конгресс Да Аккуратненько Потом Сенат А вот Трамп Он против Ну это цирк Ну Конечно он не против Но он будет говорить Что он против Надо держать В общем Это процесс Это как болезнь Вы знаете Эта болезнь Началась давно И постепенно Страны признают И признают И люди признают И турки признают И прочее И прочее Но игра идет Игра продолжается Это большая игра Она бесконечно длинная И вы не можете ожидать Чтобы президент Соединенных Штатов Глюк не становится Всего сказал Да Он сейчас будет говорить Нет Я не буду это признавать Чтобы поддержать Какие-то хорошие отношения Так сказать С турецким правительством То же самое Турецкое правительство Которое прекрасно знает Что был геноцид И так далее Должно это делать Чтобы Вот так как у них был Такой курс всегда Чтобы не потерять доверие В массах Так сказать Понимаете Сложный Длительный процесс Который в результате Приведет Признание геноцида И Соединенными Штатами И всем миром И турецким правительством Это однозначно Понимаете Вы знаете Кто больше всего Выигрывает От признания геноцида Армян Турки Что нам Ну признал Не признал Турки выиграют Очень сильно Они будут Как бы Допущены В лоно Цивилизованных народов Но делается Все Для того Чтобы это не произошло Вы видите Потому что Их не хотят В лоне Цивилизованных народов Поэтому Им наступает На этот мозоль Так чтобы они Говорили Нет Нет Не было геноцида И вот так оно Идет Ребят Посмотрите Как все сложно И пожалуйста Нельзя недооценивать Геополитические Движения Разных сил Которые занимаются И этим вопросом И другими вопросами Кто за этим стоит Вы прекрасно знаете Кто за этим стоит Вы все знаете Мы просто об этом Не хотим лишний раз На интернете говорить Правда? Правда? Я вам сегодня дам Послушать кое-что Так Кусочки Так Значит так Сенат Провел резолюцию В четверг Это 12 декабря Которая Формально Признает Избиение Армянского Народа В Турции Как геноцид Эта Резолюция Была Поддержана Обоими сторонами Без всяких Возражений Конечно Это понятное дело Что это взбесит Президента Дагана Это часть Этого плана Чтобы его взбесить Ему Вы знаете Берут вот медведь Есть и его медведи Иголочкой Знаете Так Так Вот так И правильно делают Постепенно 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 Турция Против этого Того Что они сделали И Оказывается Это движение Ставит отношения Двух стран В рискованное положение Ну вот Россия Признала Геноцид армян В Армян В Армянской империи Турки сбивают Русский самолет Турки вторгаются В пространство Которое контролируется Русскими войсками В Сирии Турки убивают Посла Россия В Турции Оно сильно Поставило Под риск Взаимоотношения Между Россией И Турцией Целуются они Между собой Поэтому Трискотня Это все Понимаете Так надо Я не удивлюсь Допустим Ребят Честное слово Ну вот кто-то скажет Там Ливон Джан Суна сошел Я верю В определенные вещи В которые я верю Я знаю Что определенные вещи Работают определенным образом И меня лично Объездать Ни в чем не нужно Я вижу След Одного И того же Как говорится Черного существа Во всех этих вещах Поэтому Это черное существо Ну все это и делает Вы удивитесь Если вы узнаете Что Эрдоган Работает На Соединенные Штаты Вы удивитесь Этому А я не Потому что Такое впечатление Что этот Этот чудик Делает все Чтобы развалить Турцию Ну ладно Не думайте Что все так просто Ребят Вот посмотрите Как он у власти Удержался Все это время Пока Почему он еще жив Кому-то нужен Здесь Именно здесь Поэтому Никто не трогает Ну так же Как вы скажите Почему Горбачев До сих пор жив Случайность Почему он не в тюрьме Понимаете Почему никто не попытался Там что-то сделать Уже с ним Подумайте сами Чей он человек Саакашвили Вам не говорить Ни о чем все это Вы думаете Это все так В порядке вещей Зеленский Достали Его откуда Артиста Поставили Президентом Вы что ребят Или этот самый Кто в России Управляет Четырех-пяти лиц Ребят Ну посмотрите Что сделаете Пожалуйста Сенатор Боб Менендес Один из тех Кто способствовал Этому Билю Наш сенатор Который вот так Он Сражался И у него На глазах Были слезы Представляете себе Вот там В армении Говорит Саватанам Сенатор Боб Менендес У него На глазах Были слезы Когда он На Ну называется На полу Сенатор Вот Это дело Вот признали Я благодарен Давайте я на английском Прочту А потом переведу I am thankful That this resolution Has passed At a time In which there are still Survivors Of the genocide Who will be able to see That the Senate Acknowledges What they went through Менендес Я очень благодарен Что эта резолюция Прошла Еще в то время Пока есть кто-то еще Кто выжил Этот геноцид И что Сенат Признает Это событие И признает Тот факт Через что эти люди Прошли Сказал Сенатор Менендес Так что вот так Сенатор Боб Менендес Он себя Увековечил Он себя Увековечил Я говорю Что надо деньги Собирать На памятник Менендесу В Армении И Крузу Сенатор Тед Круз Стехаса Благородный Сенатор Тед Круз Стехаса Сделал Заявление Что Сенат Старался На протяжении Трех недель Провести Эту резолюцию И он Очень Благодарен Что сегодня Это случилось Сегодня Наконец Сенат Встал И сказал Правду И вот опять Те же слова Спок Свет 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 Вот Значит Сегодня Говорит Сенат Встал И Сказал Правду Сказал Правду Черной Силе Которую Вот слово Я употребляю Сказал Правду Злу Сказал Правду Убийством Сказал Правду Геноциду И В конце Концов Признал Полтора Миллиона Невинных Жертв Этого Дела Которые Были Потеряны Эта Резолюция Не нуждается В подписи Президента Трампа Вот Имейте Ввиду Ребята Это Очень Важный Момент Эта Резолюция Не Нуждается В Подписи Президента Трампа Или Вообще Президента Соединенных Штатов Потому Что Эта Резолюция Называется Non Binding Non Binding Это Вы знаете Наверняка Это Юридический Термин Ну А в Простом Переводе Не Обязывающее Так Сказать Так Сказать Несвязанное Но При этом Оно Подтверждает Что Соединенные Штаты Соединенные Штаты Это Уже Страна Будут Будут Помнить И Отмечать Отмечать Коммеморейд Армянский Геноцид Через Официальные Каналы Как Память И Официально На Законном Уровне Признавая Факт Того Что Полтора Миллиона Армян Было Изничтожено В Атаманской Империи Между 1915 И 1923 Годом Вот Я хочу Чтобы Было Ясно Что Вот Это Мое Понимание Того Как Этот Процесс Он Очень Медленный Но Он Очень Верный Не Получится Сразу Бум Не Получится Это Неправильно Было Кстати Сказать Америка Турция Нужна По Своим Причинам Там Очень Все Сложно А пока Америке Нужно То Что Нужно Вот Не нам Простым Людям Ну Допустим Мне Скать Ты Че Почему Ты Не Подписал Ты Геноцид Понимаете Это Сложнейший Вопрос Ребята Мы Должны Быть Очень Очень Благодарны Что Определенная Часть Населения Земли Обладает Этой Смелостью Храбростью Этими Высочайшими Душевными Чувствами Чтобы Встать И Сказать Это Было Этого Больше Не Должно Быть Все Кончен Разговор Как с этим Дальнейшим Что Будет Дальнейшим Происходить На территории Турции Как тут Турецкое Правительство Вы знаете Что Будет Если Турция К тому Моменту Не Развалится Турецкое Правительство Самая Правильная Вещь Которую Не Сделают В своей Истории Разоружиться Боим Этим Идиотом Да Да Я Сказал Разоружиться Боим Уже Признать Этот Геноцид Открыть Границы Со своими Соседями И жить В мире С ними Этим Этим Ну я Не знаю Оборотни Какие Правительство Не люди Правительство Люди Что Люди 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 Несчастные На заклании Молоха Если Кто-то Этого Не Понимает Очень Жаль Просыпаться Надо Поэтому Чай Пью Вы знаете Тут интересно Вот тут уже Политика Начинается Эта Резолюция Посла Пошла В ход На следующий День После того Когда один Из подкомитетов Сената Значит Сделал Санкции В отношении Турции За Их Нападение На курдов В Сирии И За Покупку Вот этих Вот Систем С-400 В России То есть Ну тут Свои Подводные Течения Тут Свои Дела Значит Этим Они Недовольны Это Страна В которой Существуют Свои Законы Соединенные Штаты И Один Из этих Подкомитетов Очень Недоволен Вот Подобными Вещами Значит Так называемый Фахретин Алтун Турецкий Директор Коммуникации Пошел На Твиттер И Значит Он Объявляет Это Как будто Это очень важно То что он Говорит Поведение Некоторых Членов Американского Конгресса Наносит Ущерб Турецко-американским Отношениям Этот Биль Который Был Связан Вот С этими Событиями Значит С атакой На Курдов И Покупкой С-400 И тут же Он Приплюсовывает Туда И Резолюция Вопроса Об армянском Геноциде Который Вы провели Сегодня Это На 12 Значит Он уже Говорит Они Приводят В состояние Опасности Наши Взаимоотношения Если Сейчас Здесь Наш Агент 007 Был бы Он Сказал бы Так Как Это У Ты Хорошо Вот Так Вот Он Пишет Что Это Вот Так Это Будет Портить Отношения Да Ну Пускай Портит Дальше Что Он Писет Этот Балбес Я Не Хочу Плохими Слами Назов Балбес Он пишет История Отметит Что Эти Резолюции Безответственные И Иррациональные Они Пойдут В Истории Как Причина Очень Очень Сложных Замоотношений Между Думя Странами Этот Это Кукла Эрдоган Значит Он Навестил Вашингтон В прошлом Месяце Встретился С Трампом И Назвал Их Встречу Wonderful And Very Productive Ребят Вы Понимаете Что Происходит Или Нет Или Вы Думаете Что Все Так Как Как Они Пишут Значит Этот Клоун Говорит Что Wonderful Это Встреча С Трампом Wonderful Wonderful Это Знаете Такое Чудесное И Очень Продуктивное Между прочим В американской Прессе Есть информация Что Законодатели Были Очень Недовольны Поведением Трампа За то Что в то Время Когда Фактически Турецкие Войска Вторгаются На территории Суверенного Государства Сирии И Производят Там Что они Хотят Там Идет Военная Извините Меня Идет Военная Агрессия Вы понимаете Там люди Гибнут Это Вот Как их Называют Это Genocidal People Они Не могут Без Этого Они Должны В Старград Убивать И Как Ты Его Принимаешь В Белом Доме Я Например Тоже Считаю Что Можно Было Принимать А Найти Какой-то Выход А Выход Всегда Можно Найти Было Бо Желание Ну В общем Пускай Этот Дружок Болтает Что Он Хочет Вот Здесь Вот Они Здесь Все По Трампа Копают Якобы Они Его Ему Сделают Импичмент Туда Сюда Тоже Цирк Такой Полный Цирк Полный Цирк Такое Здесь Творится Вообще Вот Если У вас Была Возможность Следить За Этим Вы Сделали Выводы До Какой Степени Это Все Туфта Ну Вот 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 Видите Говорит Вот Менендес Говорит В одном Из своих Выступлений Неспособность Америки Неспособность Америки Ответить На Турецкие Ужасы Создает Пример И Дает Чуть ли не Благословление Тому Что Это Будет Повторяться Не Забывайте Что Есть Подобные Люди Которые Об этом Говорят Да Будет А что Ребята Что У нас Сунгаид Кировабад Баку Нагорный Карабах И все Это Не Их Рука Это Их Рука Забудьте Уже Об этих Соседях Наших Этих Гасанчиках Это Их Рука Это Турки Турки Делают Они Не Очень Довольны Тем Что Турция Сближается С Россией Ну Вы Понимаете Что Такой Турция Сближается С Россией Вы Понимаете Эту Вообще Фразу Пока В очередной Раз Они Не Нанесут Русским Удар Спинам Значит Это Было До 12 Декабря В связи С этими Со всеми Событиями Значит Белый Дом Не то Что Приказал А указал Некоторым Сенаторам Заблокировать Этот Биль Ну И Что У него Получилось У президента Соединенных Штатов На него Грубо Говорят Что Сделали По Ло Заканчивать Не Буду Ну Это Правда Вот Менендес Повторил Свои Слова Замечательные И Сказал Сегодня Говорит Мы Говорит Вы понимаете Дело в том Что дело не в армянском Геноциде Только Так Сказать Да Ребят Не только в армянском Дело в том Что вот Вот этот Вот Пример Того Что сделали С армянами Потом Сделали С евреями Это 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 Повторяться Не должно Нельзя Нельзя Это Делать И вот Он Говорит Сегодня Мы Здесь 12 Декабря Менендес Говорит Мы Положим Конец Тому Чтобы Это Считалось Бо Нормальным И Чтобы Это Больше Не Повторялось Бо Такое Повторяться Больше Не Должно Вот Он Говорит Значит И Мы Присоединяемся Конгрессу Который Это Сделал То Есть Вопрос Понимаете Ребят Факт Геноцида Армян Это Не Вопрос Это Само Собой Но Базируясь На Геноциде Армян Что Потом Произошло Скажем С евреями И Вообще Вот Этот Вот Весь Потенциал Геноцидный Потенциал Который Продолжается Вот Возьмите Что Делается С нами До Сь Бор Это Ж Геноцид Ребята Сегодня Геноцид Почему Мы Молчим Почему Армянское Правительство Молчит Что Происходит Геноцид Армянского Народа Со Стороны Азербайджана И Турции Со Стороны Израиля И Всех Заинтересованных Сторон Идет Вялый Геноцид Армянского Народа Не делайте Вид Что Его Нет Ребята Это Не Дело То Что Мы Молчим Я Сделал Один Раз Программу По Этому Поводу Вялый Геноцид Продолжается Он Есть И Вот Он Хочет Это Остановить Менендес И Остановит Эрдоган Пытался Приехал Сюда Приостановить Вот Этот Процесс Признания Он Даже Встречался С Определенными Сенаторами Кроме Президента Чтобы Обшуждать Эти Вопросы Ему Видимо Сказали Слушай Народ Народ Будет Об этом Говорить И мы Ничего Сделать Не Можем Я Здесь Вижу Большую Статью И Читать Не Будем Но Я вам Покажу Вот Что Вот Смотрите Видите Что Делается Это Во Время Приезда Видно Хорошо Видите У них Там Свои Дела У них Там Свои Гадкие Дела Свои Договоры Там Миллион Вещей Причем Тут Армянский Геноцид Вы Понимаете Мельчайшая Подробность Этих Сумасшедших Дел Которые Там Творятся Понимаете Ну Как Может Быть Допустим Тот же Эрдоган Близкий Друг Трампа И Близкий Друг Лидеров России Вот Смотрите Вот Я вам Показать Хочу Ребята Вот Менендес И он Наш Бедный Заплакал Понимаете Человек Аж Заплакал Это Не Армянин Правда Он Так Сказать Спанич Так Сказать Человек Аж Прослезился Что Ему И Теду Крузу Все Так Удалось Потому Что Вы Знаете Если Вы Посмотрите В основу Несчастья Тех Людей Которые Называются Спанич Здесь На этой Территории Вы Понимаете Говорят Здесь Грохнули Вот Эти Португальцы Испанцы Когда Пришли В Северную Америку Южную Америку Они 50 миллионов Миллионов Местных Жителей А это Что Не Геноцид Потом Эти Индейцы Помните Мы Детьми Смотрели Эти Фильмы Идиотские Про Индейцев Как Белый Побеждал Индейцев Вообще Сама Идея Вы Понимаете Эти Несчастные Люди Они Никуда Не Вторгались Ничего Не К ним Пришли Их Земли Захватили Их Резервация И так Далее Он же Наследник Этих Людей У него То Внутри Тоже Болит Он То Знает Что Произошло С Его Людьми И Вот Человек Прослезился Надо Читать Между Линией Понимаете Почему Именно Он А почему Именно Тед Круз А не Какой Джан Смит Потому Что У них В истории У этих Людей Лежит Избиение Этих Невинных Людей На этой Территории В Северной Южной Америке Что Было Сделано Руками Так Называем Белого Человека Понимаете Что Здесь Натворили Какое Количество Людей Убили Изничтожили Перенасиловали Изнасиловали Что Здесь Творилось Это Между Прочем Грядет Грядет Об этом Будут Говорить Ну Вот Наш Менендес Я Ребят Предлагаю Давайте Ему Памятники Ему Игрузу Поставим В Армении Давайте Деньги Соберем Вот Здесь Вот С задней Стороны Знаете Гардиан Вообще Они Такие Молодцы Они Такие Молодцы Такие Прогрессивные Гардиан И Вот С задней Стороны Сфотографировали Вот Это Вот Народ Идет Видимо Армяне Видимо Идут Вот Их Сзади Сфотографировали Вот Идут Они Там Значит В Признании Геноцида И Прочее В общем В этой статье Гардиана Все то же самое Повторяется Что мы сказали Что турки Недовольны Что они будут То Они будут Это Они Это Мы закроем Вашу базу А я вот говорю Ну вот Закройте вы Американскую базу С ядерным оружием Так Вы меня извините Ребята По кому Это ядерное оружие Предполагается Шарупить По русским По нам По нашим людям Которые По нашему народу Брату По Украине Какая база Забирайте уже Это Хватит уже Хватит уже Угрожать Ядерное оружие А вы не думаете Что В какой-то момент Какой-нибудь Дядя Вася Там Нажмет на парочку Кнопочек И потом от Америки Тоже ничего не останет Зачем вам это все Ну куда вы лезете Ой Сумасшедшие люди А Зачем Вот столько Ненависти Столько Гадостей Кому все это В общем Игрушки Нас Нас имели Всех ввиду Ну Есть конечно Есть конечно Замечательные люди Которые Чисто сердечно От души Понимают Что произошло И очень хотят Чтобы Куда-то Все это Сдвинулось Так Ну в общем Это дело Двигается Да ребята Это дело Двигается Куда-то А теперь я хотел бы Я вам хочу показать Знаете вы о ней никогда не услышите Вот видите эту Женщину Вот чтобы хотя бы я вам о ней рассказал Что она есть Это Известный здесь Армянский активист Ее зовут София Армен И Ну естественно Она члена Постолической церкви И так далее Вот она пишет Для Это она написала После того когда В Лос-Анджелес Таймс Это газета После того как Конгресс принял Для Американцев Армян Признание Конгрессом Факта геноцида Это только часть Это часть сражения В течение трех поколений София Арменс Фэмили Вот этой женщины Семья Сражалась за признание Вот этих вот чудовищных преступлений Совершенных на территории Турции Комьюнити органайзер Ну она значит Член комьюнити Как говорится Армян она выросла 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 в армянской среде Естественно Она американка И она посещала Все эти раллис Она везде находилась В первых рядах И Она помогала собирать Вот эти подписи Под разного рода Petitions Вот Интересно Знаете Человек жизнь Понимаете Вот семья Это Три поколения жизни Посвятила Вот это патриоты Ну тут очень много про нее написано Вот я хочу вам показать еще одного молодого человека Чтобы вы были бы знакомы Чтобы знали что здесь все таки есть патриоты Я пока с ними в контакт никак не могу войти Но они есть Это Размик Саркисян Он армянский и американский активист И студент Он на адвокаты учится Вот Он участвовал очень сильно в этих самых Вот В собраниях по поводу признания армянского геноцида Тут имен ребята Имен совершенно дикое количество Вот я и не знал А статью написала девочка Которую зовут Сера Парвини Вот эта девочка Я думаю Написала статью Сера Парвини Как вы думаете Кто она? Ну она иранка Правильно? Родные наши Поддерживают Находят Выискивают Рассказывают Ну Ну тут пишут еще раз вот Статья У меня огромное количество информации По этому поводу Все предполагают Что Турция Бесится Если это дело пройдет Ну так оно и произошло Значит Вот рассказывается Немножко экскурс Назад В предыдущих попытках Признать Сенатом Как говорится Ну все вместе Геноцид армян Сенатор Линдзи Грэм Дэвид Пердю И Кевин Креймер До этого Они Сдерживали признание Этого дела Смотрите Что такое политика Но при этом Они говорили В следующий раз Они этого не сделают Вот так вот Постепенно Постепенно Сначала Да Потому что Трамп Надавил на них Они сказали так А потом Они сказали Что в следующий раз Они это не сделают Они признают Да Значит Вот рассказывают Про большую Картину Так сказать Называется The Big Picture Турция является Членом НАТО И естественно Союзником НАТО И Соединенных Штатов Турция Недавно Столкнулась Со своими Союзниками По поводу Покупки Русских С-400 Missile System Потому что Это Это связано С нарушением Того О чем Американцы И НАТО Считают Правильным Делать Поэтому Трампа Ребята Ребята Если бы Знали Просто Время Нет Это все Проскакивать В одной Передаче Я хочу Я хочу вам Рассказать Реакцию Соседей И реакцию Турецкого Правительства В буквальном смысле С первых рук По этому Поводу А вот тут Есть статья Где этот Сенатор Кремер Пытается Объяснить По какой Причине Он Еврей Несмотря ни на что Сделал вид Что это Нет И он Пошел Против Но он Тут и Говорит В этой Стате Что Все равно Я потом Скажу Да Ну так Так И вот Идет Значит Интересное Ал-Джазира Вот оно Посмотрите На эту Физиономию Министр Политикал Шоу Турки Слаймс Юс Сенат Армения Дженосай Волт Это Политическое Представление Как будто Да Турция Возмущается Признанием Геноцида Турецкий Министр Основных Дел Говорит Что Что То что В Сенате Проголосовали Сенат Соединенных Севастов Проголосовал Не является Легально Обязывающим И не имеет Никакого Значения Вообще То есть Он берет Маленькую Фразу Нонбайдинг Я уже Об этом Сказал Вытаскивает Ее Делает Из него Большое Дело И заканчивает Этой фразой Что не имеет Никакого Значения Вообще Признание Сената Поняли Значит Это Вот Этот Министр Иностранных Дел Значит Турция Вызывает Американского Посла А если Вы помните У нас Уже Была Передача По поводу Этого Посла Когда Менендес Ему Задавал Вопрос Прямой Признаете ли вы Существование Геноцида Армян Да или нет И тот Крутил Вертел Крутил Вертел Не знал Что ответить Но я историк И оттого Помните Там еще один Еврей Кстати Вот Интересно Почему они Везде Почему они Везде Они кругом Почему Эти вина Не Менендес Не Тед Крус А вот евреи Почему они Везде Не слишком ли Много Они себе Позволяют Ребят Зачем Вот допустим Армянам Нужны евреи Чтобы они Говорили об армянах И например Не считая Что мы Армяне И евреях Вообще Что-то должны Говорить Об государстве Израиль Пускай Они там Себе живут Окруженные Своими Друзьями Арабами Да Причем Тут мы Значит Американский Посол В Турции Был Вызван На В общем Чтобы Дать ему ПРА По поводу Того Что произошло В Сенате И Его Предупредили Что Эта Резолюция Сената Будет Очень Негативно Воздействовать На отношения Турции И Соединенных Штатов Ну все Это Называется Бла 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 Все Это По-русски Говорят Вы понимаете Что это Ребята Понимаете Или нет Это Такая Такая Все Правильно Вот Именно Да Вот эти Отвратные Русские Слова Становятся Замечательными Когда Касается Таких Вече Они Четко Определяют Суть Это Точно Точно Геноцидом Это Уже Вот Статья Которую Я Сейчас Читаю Пожалуйста Понимаете Не Бало Геноцида Хорошо Тут Вот Написано В этой Статье Победа Справедливости Американский Прайм-министр Никол Пашинян Приветствовал Американских Законодателей За их За их Победу Victory of Justice And Truth За справедливость И правду От лица Армянских Людей От лица Армян Я выражаю Благодарность Американскому Конгрессу Это же Тогда Пока По поводу Конгресса Было Он написал На Twitter Он написал На Twitter Courageous Step Over The Provenation Genocide In the future Видите Ребята Это же Не только По поводу Нашего Геноцида Это Приобрело Глобальное Гуманитарное Значение Чтобы Предотвратить Любого Рода Говорит Храброе Решение Вперед Чтобы Предотвратить Любого Рода Геноциды В будущем Вот О чем Идет Речь Понимаете Я почему Говорю Что Турки Будут По большому Счету Единственный Народ Который Больше Всех Выиграет Признанием Геноцида Даже Даже Как Германский Народ Из которого Сделали То Что Сделали Сталин Гитлер И те Черные Силы Которые Использовали Германский Народ Признал Это Все Правда Да Признал Германский Народ Вот Так Турки Очень Выигрывают Но Видимо То Что Управляет Турцией Через Их Правительство Не Совсем Хочет Чтобы Турция Стала Быть Частью Человеческого Вот Им Они Нужны Для Их Страшных Целей Как Скажем Враги Ну Как Кость В Горле Европейском Чтобы Угрожать Там Местным Странам Видимо Существует Программы И Понятие Того Как Вести Геополитические Дела Которые Для Народ Закрыты Делают Ли Это Нормальные Люди Нет Я Вообще Считаю Что Все То Что Происходит На Земле Руководится Совершенно Сумасшедшими Людьми Это Не Только Мое Мнение Это Мнение Выдающихся Ученых Людей Которые На Десять Голов Выше Меня Они Ученые Они Не Видят Ничего Рационального В Что Происходит На Земле Жертвы Последствия Эти Жертв Принесения Человеческих Жизней Как Говорится Жертвы Проношения Молоху Вы скажете Что Это Я Неправильно Говорю Никакой Необходимости В том Что Была Первая Вторая Мировая Война То Что Происходит Бесконечное Кровопролитие Кругом Необходимости В этом Нет Все Это Можно Было Как-то Обойти Но Это Идет И Это Никто Не В Состоянии По Какой Причине Остановить Пока Не Поднимется Тот Народ Который Скажет Хватит Потому Что Это Не Может До Бесконечности Продолжаться Вот Я Не знаю Вы Меня Поняли Или Нет Я Надеюсь Вы Меня Поняли Вот Здесь Написана Статья Турция Протестует Признание Сенатом Американского Геноцида Она Протестовывает Это Вот Тут у них Вот показаны Вот здесь Показывается Бишоп Саак Масальян Спикс Дюри Спешл Сэрмоний В этом Патриархате Турции В Стамбуле Вот здесь Вот показывается Вот в это Время Уже Значит В армянской Церкви Там Слушания Туда Шли Вот Сейчас Мои родные Сейчас Мы будем С этим Совсем Так Вот статья Это Турецкая Статья Акар Армянская Резолюция Она Не имеет Никакого Отношения К реальности Политиканы Политические Деятельные Которые Приняли Это Решение По поводу Исторических Событий Сказал Министр Обороны Турции Значит Его зовут Хилуси Акар Это все Мол Не имеет Никакого Реального Обоснования И так далее И тому подобное В общем Болтают Ничего По большому счету Серьезного Сказать Они не в состоянии Одна из причин Почему Потому что Ну турки же Ну не совсем же Ну они все Такие тупые Ну там же в Турции Я вот с турками Разговариваю Значит Я разговаривал Многие из них Согласны Что это страшное Дело было Вот Но они боятся Рот открыть Естественно Это же естественно Вот этот Вот Значит Как его называют Он Посол Еврей этот Посол Соединенных Штатов Турции Вот Тебе надо Ну тебе надо Опять ты Опять евреи Сидите Да где-нибудь Вот Дэвид Сахофилд Сидите Да уже тихо Хватит уже Везде леть Хватит Вам это надо Вам это Армения Нужна Вам Армения Нужна Потому что Вы слышали Звон И не знаете Где он Вы слышали Это слово Амалек Вы сумасшедшие Ты армянам Скажи про это Слово Амалек Они будут Существить Кто такой Амалек Ах Вы знаете Идут возражения В Турции По этому поводу На уровне Государства Но они такие Вот такие Они там что-то Я бы сказал Это слово А я скажу По-другому Они что-то там Пердят Это слово Можно сказать Да Вот А им-то Нечего сказать Вы понимаете Вот в чем дело Вот я вам хочу Показать отдельную Статью Про этого Подонка Он уже умер О нем плохо Говорить не надо Он очень не любил армян Маккейн Помните Маккейн's Армения Problem Помните Давайте я сейчас Уберу эту статью Как-нибудь я про него Расскажу Про этого выродка Он был очень Нехороший человек Ребят Очень нехороший человек Очень поганый человек Непонятно Кто за ним стоял Этот сенатор Маккейн Но о нем есть Очень много Поганой информации Его поведение Его дела Чем он занимался Вот Вот В общем Вот такие дела В общем Чего говорить В общем Вот так Ребят Я уже больше Долбить это не буду Здесь И прошли там Сутки Или сколько И вдруг И вдруг Значит Появляется Такая информация Значит Я вам сейчас Дам послушать Что происходит В Сенате Соединенных Штатов Одну минуточку Вот так Слушайте Сенат Вот так. Вот так. Ну, а после всего этих, всех этих дел, наш Красовец здесь выступил и пишет такую вещь, наш Красовец, местный, Трамп. Администрация Трампа отрицает резолюцию Сената, не поддерживает резолюцию Сената, которую признает армянский геноцид. Пожалуйста, это последние новости. Значит, в тюздэй, недавно, значит, государственный департамент отказался признавать армянский геноцид как геноцид, выпуская, значит, заявление, что да, это были чудовищные преступления против людей, но это не был геноцид. Позиция администрации не изменилась, говорит Морган Астагус. Ну вот, я вам дам вам послушать это. Смотрите вот. Ну ладно, пускай он уже молчит, ладно. Короче говоря, глобальная армянская память этого дня, которая встречается 24 апреля каждый год, и которая была отмечена также президентом Трампом в его признании того, что произошло в 1915 году, что полтора миллиона армян были департиваны, убиты и так далее и тому подобное, она сохраняется. Но президент не описывает эти события как геноцид. Турция, естественно, говорила о том, что против того, чтобы американское правительство признавало бы эти события как геноцид, ну и так далее и тому подобное, значит, в общем, о чем идет разговор, то, что администрация Трампа называть это геноцидом пока отказывается. Значит, вот здесь следующая статья. Меня интересует, что конкретно говорит по этому поводу президент Трамп. Вот написано, что администрация Трампа отстоит от того, чтобы поддерживать признание сенатом геноцида армян. В стороне стоит. Ну, тут рассказывают о том, как недовольны были при этом эти самые турки и так далее. Ну, в общем, коротко говоря, на данном этапе все. На данном этапе все. Они очень осторожны в том, что они говорят. Они очень осторожны. Американское, значит, State Department очень осторожен. Прекрасно понимают, что геноцид был. Все об этом знают. Никто, в принципе, этого не отрицает. Но сложнейшие геополитические проблемы, которые стоят перед всем миром и которым в центре внимания которых иногда появляется, скажем, Турция, этот клоун, страна, не люди. Пожалуйста, я не хочу, чтобы невинных людей в чем-то обвиняли. Хотя, когда касается нас, так мы вообще... Я вот читаю комментарии в отношении себя, какие-то вещи пишут, просто ужасно. Один из моих друзей в Москве сказал, говорит, я ему, пожалуйста, я говорю, ты представляешь, меня не знают, гадости пишут такие. Он говорит, наверное, злишь их из-за этого? Я говорю, я не собираюсь никого злить, мне не надо. Я не хочу с ними ни разговаривать, ни слышаться, ничего. Я хочу, чтобы у них все было хорошо. Пускай уже себе там живут, а? Пускай нас покоя ставят. Не мне надо, как говорили мои друзья евреи, оно мне надо. В общем, вот такие вот новости, ребята. В целом, очень хорошие новости, я считаю. Я считаю, очень хорошие новости. Это огромный процесс, он рассчитан на десятки лет, он идет вперед. Пожалуйста, не торопитесь с выведами, что Трамп плохой или хороший человек и так далее. Трамп – это Трамп. Это верхушка вот этой администрации. То, что ему говорят, то он делает. И он делает все для того, чтобы в первую очередь было бы хорошо Соединенным Штатам Америки или тому, что управляет этой страной. Мы же не знаем, я не хочу в политику лезть. Поэтому судить не надо. Надо сказать спасибо, 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 спасибо. Теперь добавка. Личный я. Доволен ли я тем, как развиваются вот события по этому поводу и вообще? Нет, не доволен. Объясню почему. Еще раз, в очередной раз объясняю. Пока что мои попытки войти здесь в контакт с каким-то количеством, с несколькими местными американцами, для того, чтобы что-то начать вместе делать, пока они на нуле. Идеи есть, они будут двигаться. Вот я вот пытаюсь пробить эту штуку на своем айфоне. У меня есть айфон на фейсбуке, создать эту группу. Кстати, присоединяйтесь, ладно, я вам всем расскажу про нее. Опять-таки, я не знаю, как это делать. К одному ткнулся, к другому ткнулся, к третьему. Ну, на днях, наверное, мне все-таки откроют. У меня есть фейсбук, мне нужно создать там группу, как бы, да, чтобы туда втянуть американцев, чтобы американцы хоть что-то стали писать. Здесь американцы, в Нью-Йорке и так далее. Вот, я не отказываюсь от идеи создания Armenian Think Tank, армянский, так сказать, думательный танк. Ну, так называется в американском лексиконе группы людей, которые занимаются какими-то задачами, и они себя ограничивают от контактов с обществом поначалу. Они сами решают свои вопросы. А потом начинают как бы лоббировать. Кто-то скажет, у нас достаточно лоббирующих организаций, прекрасно. Так будет еще одна. Понимаете, чем больше, тем лучше. Сколько у нас сенаторов? Сколько у нас конгрессменов? Вы сами себе ответьте на вопрос, скажите, с чем у нас? Не хочет наш народ этим заниматься, понимаете? В политику лезть не хочет. А вот нудить о геноциде хочет. Ну, нудите, говорите. А что мы для этого делаем? Кроме того, что мы возмущаемся и жалуемся. Надо делать. Вот и все. И я думаю, ребята, вот вы согласитесь со мной или нет, что геноцид продолжается. Ребята, пожалуйста, поверьте мне. Ну, вижу я это. Мои глаза не закрыты. Ну, продолжается геноцид. Винить мы за этот геноцид должны турецкое правительство, русское правительство, американское правительство, еврейское правительство. Потому что черные силы работают через них. Видите, я же не сказал иранское правительство, потому что черные силы достучаться до Ирана не могут. Поэтому не говорят, что Иран надо с лица земли стереть. Скажите, что я неправильно сказал? Кто эта сила? Вы знаете, кто они. Ну, на самом деле, это только фронт. А вот что за этим фронтом, вот это совсем другое дело. Хотел бы я вам, как говорится, под конец, под самый конец, дать что-то послушать. Так, вы слышали о таком человеке, я, по-моему, пару раз уже говорил. Кристофер Джон Бхеркингерс. Кристофер Джон Бхеркингерс. Это очень интересный человек, он физик, он ученый, человек, который очень интересовался теорией относительности. И когда он изучал истоки теории относительности, Кристофер узнал, что Эйнштейн, на самом деле, Эйнштейн и его жена... Вот он, Кристофер, кстати. Я вам сейчас вот покажу его, вот он, Кристофер, видите, да? Это он, а это наш Бедрос Хайджан. Сейчас я вам покажу Бедросика. Кристофер узнал интересную вещь, что, оказывается, ребята, Эйнштейн и его жена украли эти идеи о теории относительности у двух французских математиков. Нравится вам это, не нравится, это правда? По этой причине Эйнштейн никогда не получил Нобелевскую премию по поводу теории относительности. Вы же знаете, что он лауреат Нобелевской премии, которая разделенная Нобелевская премия, что-то такое в области магнетизма. Он стал интересоваться Эйнштейном, он стал интересоваться этими людьми. Он сам в себе несет далекую еврейскую кровь, где-то там очень-очень образованное, очень замечательное, светлейшее существо. Он выясняет, что Эйнштейн был страшным человеком-ненавистником, был сионист, ужасный сионист. В общем, он был фрод, фейк. Так что вот так по поводу теории относительности и прочего. Теперь, значит, он стал дальше копать, и он раскопал такие страшные вещи, ребята. Ну, дальше нет. Вот я сейчас включаю вам. Бедрос Хаджиан, интервьюд Кристофа Джо Мергенц. Вот, пожалуйста. Я включаю вам, ребята. Кстати, вы захотите ему позвонить, можете позвонить. 626-255-7695 в Лос-Анджелесе. Субтитры создавал DimaTorzok Кристофа Джо Мергенц. Субтитры создавал DimaTorzok. Здравствуйте, Кристоф. Спасибо, что вы на нашем канале. Спасибо большое за приглашение, Кристоф. Он говорит, что в прошлый раз, когда мы говорили, вы искали людей в нашей армии. Армянской комьюнити, чтобы обсудить вопросы, книги, которые вы написали, которые называется «Еврейский геноцид армянских христиан в Атаманской империи». Слушайте дальше. Субтитры создавал DimaTorzok. В первую очередь, я очень хочу вас благодарить за то, что вы написали эту необыкновенную книгу «Еврейский геноцид христианских армян на территории Турции». Каждый армянин должен иметь свои библиотеки, каждая церковь должна иметь церковные библиотеки, говорит священнослужитель Бедрос Хайджиан. Этот замечательный человек, замечательный, храбрый человек. Слушайте дальше. Чтобы знать правду. Вы написали эту книгу в 2006 году. Каким образом вы подошли к этому? С чего вы начали вообще все это исследовать и узнали подобные детали? Вот он пишет. Я вначале делал как физик, значит, исследование биографии Альберта Эйнштейна. Он был очень-очень серьезным зионистом. Он писал о том, что надо всех неевреев уничтожить. Вот слышите, это не мои слова, я перевожу. И это было все связано с тем, чтобы установить еврейское государство в Палестине. Слушай, на здоровье, устанавливай. Ребята и так далее и тому подобное. В общем, я вам дал какую-то идею. Кристофер Джон Беркенс. Это значит знаменитый Бедрос Хайджиан. Это для вас. Я сильно распространяться на интернете по этому поводу не собираюсь. Вам я желаю всего хорошего, ребята. Сейчас мы сделаем аплодинг. Вы уже, извините, занят жутко. Поэтому вообще не вылезал. У меня есть несколько очень хороших идей. Я хотел бы сделать статью, передачу по поводу... По поводу... По поводу... Как называется? По поводу упадка современной западной цивилизации. Это очень важная передача. Нам всем бы необходимо было ее слушать. Я надеюсь, что много людей будет слушать и задавать дальше вопросы, а что делать дальше. Вам счастливо. Сейчас будем делать аплодинг. Да, ребята. Счастливо.